Добрый день! С возвращением на ретрит Ламрим. Это пятое занятие. Оно называется «Читать рецепт». Первая картинка, которую я выбрал, это изображение маленькой девочки, которая как бы защищает маленькое растение. Для меня эта картинка похожа на дочь Ника Амалия, верно? Она защищает растение своими руками. Это значит, что очень важно, если вы садовник, то это очень важно для вас заботиться о растении, когда оно молодое. Первую неделю или две вы должны быть очень-очень внимательны. Вы должны поливать регулярно. Вы должны старательно защищать растения от ветра, от птиц, от оленей и тому подобное. Это будет первой темой нашей первой части. ДЕ НА ЧУ САБ САМ МОТТА ГКЯ ЧЕМ ПРИ ГКЕ ДРА ЧЕМ ШЕМ МА ГКЯ ЧЕР МА ЧЮНГ НАГ Смотрите, некоторых людей очень привлекают большие громкие учения дармы. Они приезжают, чтобы получить посвящение супер-секретное. Лама говорит, я буду обучать вас тому, что никто никогда не слышал. Это особое посвящение или это особая штука о пустоте, пустота семнадцатого уровня. Я никогда никого этому не обучал. Итак, мы все взволнованы и говорим, о, пойдемте. Эта лама будет обучать пустоте семнадцатого уровня. Это Акчен означает, вы услышали такие знаменитые названия как Махамудра, Дзог Чен и все взволнованы. Гья Чен Акчуна. Он говорит, забудьте о больших учениях дармы, понимаете, не беспокойтесь. Ранг ранг кьи 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 донг па лек па сум на Если вы просто заботитесь о маленьких прекрасных обетах, которые в вашем сердце, просто заботьтесь о них. Сум на ранг рэ ген дон ту че пе че чхи су дро Тогда вы создали сангга. Тогда вы создали санггу. Это необычное выражение. Вы создаете санггу, вы сохраняете санггу, вы поддерживаете буддийское сообщество в мире, если вы просто заботитесь о своих маленьких обетах, которые вам дал лама. Будьте добры к другим людям, заботьтесь об этом маленьком растении. Мне нравится называть это вашей будущей бочкой персика. Это значит, недавно я посадил персиковое дерево, на самом деле сегодня я ухаживал за ним. Оно начинает прорастать как крошечное растение, вы заботитесь о нем, вы заботитесь о нем. И потом, если вы хорошо заботитесь о нем, на самом деле мои первые персики появились сегодня, вы получите миллионы персиков, тысячи персиков. Так что просто не беспокойтесь о каком-то большом знаменитом учении дармы, о каком-то большом знаменитом посвящении. Не беспокойтесь об этом. Получите ваши маленькие десять обетов от своего ламы. Посадите это семя и заботьтесь о нем. И тогда оно даст вам тысячи, миллионы плотов. Не беспокойтесь об этом. Наслаждайтесь этой маленькой вещью, заботьтесь о ней. И она принесет вам в миллион раз больше. Тен па дзен па янг де йин Тогда вы буддийский мастер. Мы уже говорили об этой идее. Он говорит, а вы хотите быть буддийским мастером? Вы хотите быть мастером медитации? Защищайте свои маленькие обеты. Будьте добры к другим людям. Поделитесь своим кофе с друзьями. Откройте дверь кому-нибудь. Дайте рулон туалетной бумаги своему соседу во время вируса. Заботьтесь о мелочах. Они становятся большими вещами. ге цук лонг ки дон па сок тар чьи Я даже не говорю, он говорит, его аудитория состояла из множества геши, множества тунг ку, множества старших монахов. Его аудитория, когда он давал это учение, я думаю, примерно в 1920-х годах, около того, слушателями были очень-очень высокие буддийские монахи, ламы, воплощенные ламы. Он говорит, забудьте эти тяжелые обеты, которые у вас есть. Давайте поговорим об обетах. Давайте поговорим об однодневном обете, который принимает обычный семейный человек, обычный житель маленькой тибетской деревушки. Допустим, он работает, не знаю, пастухом овец, и он просто принимает однодневный обет. Так что забудьте об этих больших монашеских обетах и супермонашеских обетах. Давайте поговорим об этих скромных обетах, с которых все начинают. нин чик цам сунг на Даже если вы просто соблюдаете их один день, дон дзанг нун цок сунг лун ги чюнг ве ин ло гью сел ва таргин В великих книгах есть много-много историй. дува лунг означает «Писание винами». Дува лунг означает «Писание винами». Это известная сутра под названием «Сутра мудрых и глупых». Он говорит, что вы можете читать эти книги. Вы будете читать эти прекрасные истории о людях, которые держали свои крошечные обеты и добились выдающихся результатов. Де на ньен нег так ге ньен на де ян на ши на суг на чик со ло ню чхи юг ки сум чхи туп чхе Так что примите эти однодневные обеты. Соблюдайте их так хорошо, как только можете. Примите маленькие монашеские обеты. Примите... Вы можете принять пожизненные обеты мирянина, Итак, пожизненный обет мирянина в своей полной форме состоит из пяти частей. Это очень-очень просто. Я не буду убивать человека или человеческий плод. Это первый. Второй. Я не буду красть ничего, что дороже десяти американских долларов. То, что имеет какую-то ценность. Я воровать не буду. Затем. Я не буду совершать прелюбодеяния с женой или мужем другого человека. И четвертый. Я буду говорить правду особенно о моей духовной жизни. Я не буду преувеличивать перед другими людьми свои духовные достижения. Номер пять. Избегать употребления одурманивающих веществ. И в книге говорится , что значит, сделано ли оно из растений, как пиво, вино или виски, или сделано из химических веществ, как кокаин или что-то подобное. Я обещаю, что не буду использовать их в своей жизни, потому что они делают меня глупым и стоят дорого. Итак, полный монашеский пожизненный обет мирянина состоит из пяти частей. Ирина Поче, Пабонка Ирина Поче говорит, послушайте, забудьте про большие обеты монаха, где 253 обеты. Забудьте про полные обеты монахини, где 364 обета. Забудьте все эти большие-большие-большие обеты винаи. Давайте просто поговорим об обетах мирянина. Всего пять обетов. И знаете что? Давайте поговорим о тех, кто скажет, «Хэй, я не могу соблюдать все пять». Хорошо, можете соблюдать какой-то из них один? Можете просто убрать один про алкоголь. Я люблю иногда выпить вина. Могу держать только четыре. Это называется на чик нага пхел тучо в винаи. Хорошо, вы можете держать четыре. И потом кто-то говорит, «Подождите, подождите». Я на самом деле не хочу обещать, что буду полностью платить налоги. Можно мне принять только три обета? Извините. Мне нравится преувеличивать, рассказывая своей медитацией. Можно мне держать только эти три обета? Не убивать, не воровать, никаких сексуальных проступков. Это называется на сун. На сун значит парень, который решил не следовать простым обетам, потому что он не хотел брать на себя слишком много. Тогда есть на ньи. Что такое на ньи? Да. Этот человек сказал, «Слушайте, меня действительно тянет к жене того человека или мужу. Можно я буду держать только два из них?» И Будда сказал, «Да, хорошо». Но мой лама не дал бы никому меньше пяти. Но была традиция в древние времена НА ЧИК НА НИ НА ГАЧО. В любом случае, можно принять один. А потом вы приходите к одному. Вы согласны всю жизнь не убивать человека? ЧИ. ЧИ ТУП ЧЕ. ЧИ ТУП ЧЕ. Рин ПАЧЕ говорит, «Просто делайте то, что можете. Просто делайте то, что можете. ЧИ ТУП ЧЕ НА. И даже если у вас есть полные монашеские обеты, и тантрические обеты, и обеты Бодхисаттвы, мне все равно. Если вы уже храните все эти обеты, и если у вас есть возможность взять однодневный обет, сделайте это. У вас есть шанс взять однодневный обет, хватайте за него. ДИН ГИН СЕАК ЧИ ГИ ДОМ ПА ЙИН ПЕ. НАПА ДАПА ГГИР СОК. И затем вы можете сосредоточиться на этом однодневном обете. Вы можете сказать, «Хорошо, я знаю, что у меня есть сотни таких обетов, у меня есть пара сотен монашеских обетов, у меня есть все 64 обета Бодхисаттвы, но я возьму этот однодневный обет на десерт, и я сосредоточусь на нем в тот один день. Это будет моим днем обета на этот год. В этом году я возьму один обет на один день, но я сделаю его очень особенным. Я буду очень-очень хорошо работать на эти обеты в один день. Я буду хранить их с особой нежностью. Гюрва СОК ГЮПА ЧЕ. Он говорит, «Это крайне полезно, чрезвычайно благотворно это делать». РАНГ РЕ ЛАПА СЮМ ГИ ДАМ ЯНГ ЯНГ ШЕ КУ ЧЕ МО Итак, «ребята, как вы и я». РАНГ РЕ означает «ребята, как вы и я». Мы уже говорили об этом на занятиях в Лам Рим, но ПАБОН КА РИН КАЧЕ скромничает. Конечно же, когда он говорит «ребята, такие как вы и я», он имеет в виду «ребята вроде нас». Он просто тактично говорит «такие люди, как вы и я». Мы не такие, как он. И тем более мы не такие, как его ученик Три Джанг Ринпоче, написавший эту книгу. РАНГ РЕ ЛАПА СЮМ ГИ ДАМ ЯНГ ЯНГ ШУ Знаете, монахи, геше, мы сидим в монастыре, дебатируем о трех тренировках, нравственности, медитации, мудрости, мы дебатируем об этом, мы бла-бла-бла об этом всем. Мы бла-бла-бла об этих крутых, больших тренировках. ПАДИ, он говорит, ше ньи ни ранг кью ла су ньи цанг яр ме У вас нет и тени медитации и мудрости. Забудьте об этом. В вашем сердце нет ни единого следа медитации и мудрости. Забудьте о них. Тогда с чем же вы остаетесь? Вы получите свои маленькие обеты. Ну ладно, вы получили свои десять обетов, у вас есть десять добрых дел. Сосредоточьтесь на них. Пусть это будет вашим приоритетом. Может быть, вы можете медитировать 45 минут по утрам. Может быть, вы можете слушать учения Нагарджуны, если вы ходите на занятия смешанных орешков. Или что-то подобное. Может быть, вы сможете понять это все за один день. Но ваши обеты, ваша нравственность... Вы можете делать это весь день напролет. Они всегда прямо здесь, в вашем сердце. Итак, ди ла бе гё означает «сосредоточьтесь на этом». Это доступно для вас всегда. 24 часа в сутки вы можете быть хорошим человеком. Эта тренировка нам доступна. ла па сунг ва ла анг тунг ва дюнг ве го га кг ге Потом он говорит, слушайте, если вы хотите хранить свои обеты, хранить свои обязательства. Хранить эти десять или шестьдесят четыре, или хранить сотню и так далее. Свои тайные обеты, обеты бодхи саттвы. Если вы хотите сдержать их, знайте, есть три способа, как их нарушить. Есть три способа. Они называются «дверь к нарушению обетов». Есть три двери к нарушению ваших обетов. Это очень известная вещь в Писаниях. Есть три двери к нарушению ваших обетов. Ваши обеты могут начать подтекать, если в сердце открыты три вещи. Три вещи. Три крышки, которые, по идее, должны быть закрыты. Три крышки, которые должны быть закрыты в вашем сердце. И если они ослабнут, вы нарушите свои обеты. Зеленый коктейль прольется на симпатичный белый диванчик. Итак, есть три крышки от банок. Повнимательнее с ними. Вот эти три. Первое. Перед нами стоит шеф-повар. И мне кажется, он выглядит немного растерянно. К примеру, я люблю готовить для своей спутницы Вероники, и она настаивает на том, чтобы я изучил рецепт прежде, чем начать готовить. И тогда я обычно говорю, слушай, я готовлю всю свою жизнь. В монастыре я был поваром восемь лет. Я знаю, как готовить. Мы не читаем поваренные книги в монастыре. Мы просто готовим. А она мне, читай рецепт. А я такой, ты не нужен мне рецепт. Тогда она еще сильнее настаивает. И чтобы в нашем доме воцарился мир, особенно во время карантина, я говорю, слушай, хорошо, я прочитаю рецепт. Я буду готовить по рецепту. Итак, ваши обеты могут протечь четырьмя способами. Есть четыре способа надеть крышку криво и запачкать белый диван зеленым коктейлем, если крышка слетит. Четыре разных способа. Мы их рассмотрим. Три из них мы изучим сегодня, и я думаю, что еще один мы разберем в следующий раз. Итак, номер один. Читайте рецепт. Номер один – это, если вы хотите хранить свои обеты, хотите держать свои обязательства, читайте рецепт. За 50 долларов. Что это значит? Читать рецепт. Что? Тим. Читайте рецепт. Нет, ладно, я полагаю, он говорит, что это первый способ, первый трюк, как хранить свои обеты – это прочитать рецепт. Что это значит? Изучите инструкции. Например, когда я был молодым и глупым, сейчас я старый глупый, но когда я был еще молодым и глупым, мне как-то сказали, мы идем на посвящение. Великие ламы проводят посвящение. И я такой, я с вами, парни, я уже там, я хочу пойти. И не знаю, больше я хотел потусоваться с друзьями, отправиться в путешествие на самолете или потусоваться с друзьями. Но я сказал, да, я с вами, я иду, я иду на посвящение. И там были ламы, они звонили в колокольчики, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, и потом ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, чум-чум-чум. И я такой, вау, это круто, это потрясающе. Только посмотрите на этот колокольчик. А потом, вау, и я такой, вау, это настоящее благословение. Потом я возвращаюсь домой, в монастырь, и мой учитель говорит, я слышал, ты получил тантрическое посвящение. Я говорю, да, вот это был лама, это был великий лама. Он сказал, что ж, собираешься держать эти обеты? Потому что именно так работает посвящение. Если ты будешь держать обеты, которые тебе дали на посвящении, тогда в твоей жизни происходит волшебство. Тогда в твоей жизни будет волшебство. Он спросил, ты собираешься держать обеты? Я такой, какие обеты? Он говорит, ты принял посвящение, тебе не дали никаких обетов. Я такой, я не знаю, это было на иностранном языке. Думаю, они дали мне обеты. Что? Тебе дали обеты и не сказали, что это за обеты? Как ты думаешь, тантра будет работать, если ты не следуешь обетам? Она так не работает. Волшебство не произойдет, если ты не соблюдаешь обеты. И они даже не обучили тебя обетам. Я такой, нет. Итак, закон номер один. Вы не можете держать свои обеты, если вы их вообще не знаете. Но это смешно. Обеты – это механизм, который управляет магией буддизма. Обеты – это механизм, который управляет автомобилем Тесла. Обеты – солнечная батарея этого спортивного автомобиля. И если вы даже понятия о них не имеете, то все бессмысленно. Вы сразу их нарушатся. Ваша жизнь будет лишена магии, потому что вы нарушаете их. Обеты – посвящение, потому что вас их никто… Им никто не обучал. Я думаю, нам всем нужно начать бастовать. Нам всем нормальным людям нужно объявить забастовку. Мы должны отказаться от принятия посвящения, если лама не обучает нас обетам. Нам стоит сказать – забастовка. Вы будете учить меня обетам? Нет. У меня нет времени. Мне нужно быть в Калифорнии на следующей неделе. Тогда хорошо, я иду домой. Я не принимаю такое посвящение. Я думаю, что это была бы действительно хорошая идея. Так вот. ТОМ МОГ МИ ШИ ПА ТУГ ВИ ЧУГ ВЕ ГО ГИН ПЕ Не знать, какие обеты вы приняли, это способ номер один их нарушить. КАК ПА НИ Если вы хотите остановить это, ЛАП ШИ ГГАН ШИК СУН ГУП ПА МА ШЕ НА Если вы не знаете обетов, которые вы, по идее, должны держать, тогда вы не узнаете, нарушили вы их или нет. ТОМ МИ ШИ Да. МИ ШИ ЛО ДАН ГТОН ТЕ Затем он говорит третья. Да, точно, третья строчка. ЛО ДАН ГТОН ТЕ Это очень смешно. Он говорит, вы должны изучать эти обеты по великим книгам. Насколько вы можете их прочесть? Он смеется над нами. Я знаю, что вы, ребята, не можете прочесть Винаю, но... Просто попробуйте, хорошо? Столько, сколько сможете. ЛО ДАН ГТОН ГТОН ГНЕ Значит, по сути, здесь говорится, я знаю, что вы, ребята, слишком леневы, чтобы расколоть сутру Винаи и изучить... Но не могли бы вы хотя бы немножко попробовать? Можете приложить немножко усилий, чтобы попробовать? вы могли бы изучить великие книги Винайи, которые сложны, если это слишком трудно для вас. ЛАБ ЧЕ ДОМ ЦИК Есть небольшие стихотворения, написанные Винайей. Вы можете изучить одно из них. ШИ СУМ ЛАБ ЧА Есть очень-очень коротенькие стихи о трех основах нравственности. Три основы нравственности для монаха или монахини исповедоваться дважды в месяц. Делать летний ретрит, чтобы не разрушать окружающую среду. И лучший из них — ГА ЙЕ, что означает «конец летнего ретрита». Когда тебе разрешено слушать рок-н-ролл в монастыре в течение 24 часов и тому подобное. Все монахи соблюдают последний пункт очень хорошо. Мы все играем в игры, и это очень весело. Так что, по крайней мере, изучите эти три пункта, которые вы должны соблюдать. ЛАБ ЧИ ПАР ДОМ В них есть небольшие стихи между большими разделами. Они называются ПАР ДОМ. Вы попадаете в антракт. Антракт в книге ВИНАЯ. ТЕ. 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 Научитесь хотя бы считать, сколько у вас обетов. шя кья ми нен те чен пхо нанг кой чо кхор трог чху цхм мег га на ло тра трог со чхо ма дра тхон ни тен на дзо чхан трог ло тра фон на сем чин чин Вроде этого. Научитесь хотя бы считать, сколько у вас обетов. Начните с этого. Если вы не можете сосчитать их, вы не можете их держать. Это первое препятствие к соблюдению обетов. Что это было еще раз? Никто никогда вас им не обучал. О, Господи, они продали вам Теслу без двигателя, без солнечной батареи. Это смешно. Второй. ма гупа тунг ва джунг ве го йин пе ма гупа означает, опять же, вы пребрегаете этими обетами. Ладно, я не должен сморкаться в зеленый листок? Да ладно. Это называется не почитать свои обеты. Есть французский монах Матье Рикар. И я слышал, что он участвовал в телевизионном шоу. Он великий писатель и великий монах. Он сказал... Ведущий спросил его, «Вы не чувствуете себя стесненным своими обетами». Всеми этими обетами. У вас нет ощущения, что вы с ними как в смирительной рубашке? Нет ли у вас ощущения, что вы как в смирительной рубашке? Он посмотрел на того парня и сказал, «Обеты – мои крылья, на которых я летаю». Эти обеты – не смирительная рубашка. Они мои крылья. Когда у меня есть обеты, когда я соблюдаю обеты, я могу летать. пренебречь обетами и сказать, «О, это не так важно». Также частью уважения к обетам является проявление уважения к людям, которые держат их достойно. Итак, вы уважаете обеты на бумаге, но также и уважаете обеты, когда ваши друзья их соблюдают. Например, Сейджи вытаскивает свой шестиразовый дневник, а Геше-ла не ловко, потому что он не ведет свой. Уважение к обетам, когда другие люди их соблюдают, это другой вид уважения, который вы можете проявить к своим обетам. Проявление уважения к друзьям, когда они соблюдают свои обеты. Здорово усиливает соблюдение ваших собственных обетов. ГУЛ ПАЧЕ ЛЛАГ ПА РАНГГЮ КИ ЛАГ ПА ЛАГ ТУМ ПА САНГГЕ КИ ДУ ШЕ ШАК Не забывайте, что обеты в вашем сердце — это сам Будда. Будда сказал, если вы от всего сердца храните свои обеты, тогда я жив в вашем сердце. Почитайте обеты в вашем сердце так, как будто сам Будда там находится. Можете иногда делать поклон своему сердцу. Не делайте нанг чунг. Нанг чунг — это очень-очень-очень редкое разговорное слово. Оно означает, не попадайтесь в ловушку мыслей, что некоторые обеты якобы не очень важны или не слишком привлекательны. Не надо так думать. Не думайте, что одни обеты очень мистические и крутые, а другие незначительные и слишком обычные. Это нанг чунг. Такое разграничение называется нанг чунг. тунг па нянг нэ дэй че ки ку цап табу йин Когда Будда покинул этот мир, он оставил после себя представителя, своего представителя, чтобы напоминать людям о своем пребывании здесь. Этим представителем являются обеты, которые передавались из поколения в поколение в течение последних двух с половиной тысяч лет. Поэтому почитайте Будду в виде обетов в вашем сердце и в сердцах других людей. Итак, классно. На сегодня мы закончились и увидимся на шестом занятии. Спасибо. И спасибо Сейджи и Тиму за помощь.